Два часа ночи. Крупнейший в Чуйской области скотный рынок. Он расположен в городе Токмак. Именно в это время здесь, как правило, начинается бойкая торговля. Сюда свозят скот из трех областей. Кто-то хочет продать одного теленка, а кто-то продает их оптом. Буквально две недели назад здесь и яблоку было негде упасть. Теперь картина такая. Торговли нет, да и скот стало меньше. Судьба этих животных решается у входа на рынок. Самых мясистых забирают на мясо, породистых на дальнейшее разведение. Остальные 80% попадают в руки посредникам. Это корова из Иссыкаты. Она беременна, родит в конце декабря. Отдам за 105 тысяч сомов. Калагул приехал из Эстонского района Иссыкольской области. Мужчина хочет купить корову, пригодную в хозяйстве. На рынке он с раннего утра. Ходит, торгуется. После нескольких часов обхода, похоже, нашел то, что искал. Простите, но уступить не могу. Вы же видите, что молоко дорогое. Эта корова дает 12-13 литров молока. Не вам, не нам. Отдайте за 90 тысяч. Нет, не отдам. Не отдам. Калагул надеялся купить скотину максимум за 90 тысяч сомов. Но у рынка свои законы. Продавец просит 105 тысяч. Говорит, это окончательная цена. Теперь наш герой вынужден купить не ту корову, которую хотел, а ту, которую позволит кошелек. Таких, как Калагул, на рынке очень много. С осени цены на скотины сильно подорожали. Рост цен стал стремительным и спровоцирован был увеличившимся спросом со стороны предпринимателей соседних республик Узбекистана и Таджикистана. Очень сложно. Да, со стороны смотрится, что легко вырастить скот. Но на деле это не так. Продавцы сильно устали. Хотят спать. Но это не мешает им выражать свои недовольства министру сельского хозяйства. Как известно, цены на мясо подскочили аж до 500 сомов за килограмм, чтобы как-то отрегулировать ситуацию на рынке, Минсельхоз принял решение ввести запрет на вывоз скота. Разумеется, продавцы скотины не думали, что так будет. Многие купили живность по завышенным ценам. Думали, вывезут за границу и продадут. Но не тут-то было. Теперь не могут продать даже по цене, по которой сами брали. Минсельхоз просит кыргызстанцев рассматривать решение о запрете, как попытку предотвратить продуктовый кризис, а фермерам не пытаться углядеть в этом шаге какого-то злого умысла. Запрет касается экспорта живого скота. Эти меры, как уверяют в ведомстве, необходимы для того, чтобы в последующем не приходилось восстанавливать показатели предыдущих лет. На практике по большей части в Кыргызстане экспортируется мясо нематочного поголовья. Говорят, что не останется нематочного поголовья скота. Да как такое может быть? Чабаны, они умные. Думаете, они все продали и в Кыргызстане не осталось племенного скота? Они делают так, пока цены хорошие. Можно продать половину, а вторую половину оставить для разведения. Мы делаем так. Например, продаем три коровы. За эти деньги покупаем породистую племенную корову из России. Всем хорошо, и покупатели довольны, и мы. Тем, кто в холод и слякоть находились на рынке, подражание было на руку. Продавцы говорят, можно было бы полностью избавиться от некачественных пород коров и овец, на их место купить племенной скот. Мы здесь уже около двух недель. Думали, хотя бы в этот раз продадим скот подороже. С одной стороны, на улице холодно, снег идет. Нам очень тяжело. Я хотел продать эту корову и купить племенную. Для того, чтобы приехать сюда, мы тратим свыше тысячи сомов. Точно такая же сумма нужна для того, чтобы уехать обратно в село. Например, в горах холода доходит до минус 40 градусов. Шесть месяцев зима. Так мы пасем скот. После введенных минсельхозом ограничений, за неделю бараны подешевели на 2000 сомов. Конокбек Джумадила вот уже 8 лет продает овец. Оптом привозят на Большегрузию в город Токмак. Это его единственная работа и заработок. Пять дней он собирает скот, два дня уходит, чтобы продать. Этой работой кормит свою семью. С прошлой недели продал лишь два барана. Надеется, что минсельхоз еще раз более тщательнее обдумает свое решение по поводу ограничений на границе. Иначе говорит, что разорится. Я привез 45 баранов. Скот не покупают даже посредники. За две недели продал только два барана. Не знаю, что делать. Как быть? Убытки на 1000-2000 сомов. Так быть не должно. Вот надеюсь, что границу снова откроют. Когда цены поднялись, мы обрадовались. Думали, наконец, фермеры смогут нормально заработать. Это ведь у нас впервые. Нужно понимать, как это сложно выкормить скот. Сколько сил и нервов. Их нужно лечить, покупать лекарства, сено. Сейчас все дорогое. Без посредников никакой торговли не будет. Крестьяне, купившие скот по низкой цене, ушли в минус. 70% тех, кто работает на рынке, это посредники. Многие думают, что именно из-за них цены сильно подскочили. Говорят, мол, они делают все, что хотят. Однако перекупщики с этим не согласны. Заявляют, что это из-за посредников рынок двигается. Говорят, эта профессия возникла из требований жизни. Я на рынке с 4 часов утра. Мне ни чуточки не холодно. Сейчас на рынке цены низкие. Но многие об этом еще не знают. Да и некоторые продавцы слишком завышают цены. Надо уметь торговаться. Иногда нужно быть вежливым. А иногда настойчивым и грубым. Но не всем оказывается дано. Работать здесь очень сложно. Даже, например, когда покупаешь скот, необходимо требовать документы. Убедиться, здоров или нет. Пока все спят, укутавшись в теплые одеяла, эти люди полностью в работе. Стоит простоять на рынке несколько часов, и у вас начинают неметь ноги из-за холода. А они здесь на протяжении 12 часов. Единственное место, где можно отдохнуть, вздремнуть на несколько минут, это заведенные с утра автомобили. А ведь это тоже расходы. Солнце встало. На улице потихоньку теплеет. Это единственное, что сейчас радует продавцов. На рынке снова начинается торговля. На рынке торговля идет полным ходом. До первой половины дня ты должен успеть продать или купить все, что тебе нужно. Потому что после 12 часов дня торговля станет слабой. Я был на рынке до утра. Теперь со своими родственниками пришли сюда покушать. В холод мы греемся в таких местах. В этот раз никто не смог продать скот оптом. Мирбек телеков не может продать 15 бочков уже третью неделю. Чтобы доставить их на рынок, необходимо около 4000 сомов. В последнее время у мужчины выросли траты. Да и в такой холод согревает лишь горячий чай. Я раньше работал с дунганами. Сейчас их нет. Вот уже третью неделю. Я стою и не могу продать бычков. Обстановка на рынке плачевная. Сейчас сидим смотрим друг на друга. Надеемся, что хоть кто-то что-то продаст. Многие фермеры брали кредиты на миллионы. Что им сейчас сделать? Вся эта ситуация, говорят фермеры, из-за решения министра сельского хозяйства Телека Токтогазиева, который предложил закрыть границу. Фермеры недовольны. Оказалось, в момент, когда мы брали интервью у продавцов, на другой части рынка приехал поговорить с фермерами и сам министр. Это не мое, а решение правительства. Я сейчас не могу много чего сказать. В других странах предоставляют субсидии, чтобы они увеличивали численность нематочного поголовья скота. Скупали из других стран. Когда-то Иран также поступил. Распродал все племенные виды скота в арабские страны. Им понадобилось целых 10 лет, чтобы вернуть прежнюю численность. Помимо быков, коров, овец и коз, на рынке продают и разные виды птиц. Кто-то готовит еду и зарабатывает на жизнь, делая уздечки. На них сильно влияет замедление торговли. В течение двух лет Самар Бивы Апас занимается продажей крупного рогатого скота. Открыла небольшой бизнес. Заработанного, говорит она сейчас, едва хватает, чтобы накормить внуков. Торговля уже не как прежде. В день продаю около 20 голов. Мне не холодно, наверное, уже привыкла. Мне и моим внукам денег хватает. В полдень торговля на рынке встала. Люди грузят скотину обратно в машины. Нужно ехать домой. Их ждет дальняя дорога. Кто-то едет обратно в рынок, кто-то на Сыкуль. Фермеры приедут сюда через неделю. Костер Темирота что-то не горит. Дрова из-за непогоды сырые. Дедушка занимается фермерством вот уже 40 лет. Многое повидал, изучил рынок. В советское время Темир Кудайбергенов был одним из лучших чабанов колхоза. После развала Союза, а вместе с ними совхозов и колхозов, он смотрит за скотом богачей. Этим кормит семью. Утром я встаю очень рано, где-то в 5 часов. С возрастом, оказывается, сон пропадает. Скот выгоняю около 7 часов утра. У меня очень много времени, чтобы поразмышлять на разные темы. Да и свежий воздух очень полезен. Много хожу. Обедаю тоже на природе. Еду приводит шеф на машине. В 5 часов вечера иду обратно домой. И так уже четвертый год. Работаю скотником у этого человека и зимой, и летом. Это я умею. И даже очень хорошо. Выпас скота – дело непростое. К животным, как говорит темирота, надо относиться как к детям. Зимой, конечно, тяжелее. Чтобы согреться, нужно все время двигаться. Дедушка очень хорошо знает эту местность. Шутя говорит, что с закрытыми глазами может определить, где какой камень лежит. Потому что он приходит сюда рано утром, а домой уходит только в сумерках. Его ежемесячная зарплата – 10 тысяч сомов. У дедушки трое дочерей. Он отдает им весь свой заработок. День, а сенька, заранная барана. Мне трудно в морозы. Не стою на месте. Хожу туда-сюда. Самое опасное время для баранов – это весна. У них болят животы. Но их повадки я уже изучил. Могу излечить. Получает 10 тысяч сомов. Почти все отдаю своим дочерям. Вы же знаете нынче, сколько мода стоит. А это болот ханата. Пасет коров вот уже 20 лет. С животными разговаривает, как с людьми. Каждый день на своем велосипеде он отправляется на поле. В последнее время ему очень тяжело, потому что корм, сено сильно подорожали. Утром, после того, как коров подоили, я выгоняю их на поле. Здесь нет земель, пригодных для пастбищ. За ними нужен глаз да глаз. Проблем очень много. Все дорожает. Вот посмотрите, даже простая вода дороже молока. Что нам теперь делать? Да и сено подорожало. Согласно статистике, в прошлом году в Кыргызстане было более полутора миллиона голов крупнорогатого скота. Шесть миллионов овец, коз и полмиллиона лошадей. Животноводство является основным источником дохода для жителей регионов. После введенных минсельхозом ограничений на экспорт скота, фермеры говорят, их словно связали по рукам и ногам. Государство обязано создавать благоприятные условия как для производителей, так и для потребителей. Однако всегда страдает одна сторона. На этот раз простые крестьяне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова